приветствую всех на канале утопист сегодня понедельник как выяснилось многим любимая рубрика обзор еды которую мы получаем в ассоциации resta de cure а поскольку мне некогда и лень снимать отдельные видосы про рассказывающие о моих повседневных делах то я сюда еще и запихну то что мне нужно донести попробую быстро тезисно еще находясь в россии я начал активно искать кинокомпании в европе которые могли бы стать моим партнером по проекту зеленая лампа в рамках каково какого партнерства они могли бы помочь нам эвакуироваться из россии это был один из вариантов выбранной стратегии и я потратил очень много времени для того чтобы найти какие-то каталоги кинокомпании европейских и американских потом вычленить эти адреса очень в общем много такой кропотливой механической работы провел и в итоге сформировал там две с половиной тысячи адресов часть из которых там работает часть не работает но все равно рассылка такая масштабная и я ее правил проводил тогда в двадцатом году и впоследствии использовал эту свою базу для того чтобы отправить свои какие-то новые сценарии эвакуировались мы другим способом можете посмотреть как раз там первые серии на нашем канале найти и узнать как все происходило а я это все для чего рассказываю чтобы вы были в курсе чтобы потом мне не пришлось много 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 пересказывать этапов которые происходили после того как я в этом году написал новый сценарий два билета я какое-то время там опять же несколько стратегий я выбрал то есть я действую в разных направлениях вот одна опять же стратегий это рассылка этого сценария переведенного на французский на английский язык с помощью google переводчика пока я рассылаю вот в эти разные кинокомпании я прекрасно понимаю как это работает где-то это попало в спам где-то это не читают где-то вообще не открывают где-то политика компании не читать незапрашиваемые материалы но тем не менее там из тысяч адресатов 12 отвечают нам не интересно или у нас там дохера проект ну то есть какие-то дежурные фразы или какие-то объективные ответы на то почему нет вот как вы понимаете пока движуха не началась значит такого ответа что да пока еще и не случилось и вот я благополучно разослал периодически это делаю там целые дней этому посвящаю сотни тысяч сотни сотни и тысячи писем в итоге сотни в день и тысячи в итоге там в неделю в две рассылаю это все такая кропотливая монотонная работа но я понимаю что она очень важно и вот разослав этот сценарий два билета от одной из от одного из адресатов я получил ответ мы не являемся кинопроизводящей компании мы профсоюз кинокомпании и вот у нас есть сайт на котором есть список кинокомпании которым вы можете обратиться и это получилось некоторое расширение моей аудитории то есть я пройдя по этой ссылке я поблагодарил безусловно отправителя пройдя по этой ссылке я попал в каталог кинокомпаний которых прежде у меня не было и там отфильтровав их там по производству полнометражного кино я получил еще порядка там 150 разных кинокомпаний и по ним тоже сделал эту рассылку и уже когда я был в процессе вот этой работы с этими 150 150 кинокомпаниями я подумал о я же им еще зеленую лампу не отправлял к тому же в отличие от 22 года у меня сейчас появился новый монтаж который можно смотреть но думаю 150 компаний которым я вдруг отправлю ссылку на просмотр это считает что ты уже потерял контроль над материалом я решил что я сделаю красивое описание отправлю синопсис и несколько скриншотов и напишу что вы можете запросить ссылку на монтаж если вам будет интересно так вот вся эта история к тому что последние пару дней а сегодня я еще продолжу я продолжаю эту рассылку вот этого письма про зеленую лампу в поисках партнера для завершения постпродакшн по звуку если это коррекции и за вот эти пару дней я уже получил около пяти по моему ответов с тем что это очень интересно дайте посмотреть монтаж понятно что из этого всего не значит что все эти пять компаний скажут о это круто это нам подходит но мне нравится такая такая этот такой фидбэк потому что например в 18 году когда я такими рассылками занимался тоже это были тысячи сообщений в linkedin в итоге я перешел к диалогу только с двумя продюсерами с ними мы продолжали и наверное все бы срослось но я нахожусь в россии находился тогда в россии они в соединенных штатах и технически я не готов был удаленно работать они хотели работать удаленно помочь мне переехать не могли вот в общем как только появятся свежие новости по по этому проекту или по какому-либо другому я сразу вам расскажу про это будет наверное отдельный видос простите что долго съездил я за продуктами и сейчас расскажу вам покажу чего мы будем иметь на этой неделе на улице дождь выше километра снег поэтому все такое слегка мокрое это был шоколадный колокол на прошлой неделе такой был но здесь он уже раздавлен я вам раскрою покажу шоколадный колокол здесь это не колокол это птичка какая-то птичка невеличка странно кстати да просто раз был колокол мне было непонятно почему колокол на шоколадных яичках стоит здесь эта концепция как бы себя оправдывает тут была курочка запчасти от которой вот лежат в куче а под курочкой ну курочка полая внутри вот такой вот ее гребешок под курочкой шикарные цельные шоколадные яички вот это было вкусно поэтому я когда увидел возможно взять такой десерт их я с удовольствием его взял так дальше еще дитям киндер сюрприз дитя повернулась на я посмотрел еще вот такой йогурт как выяснилось я в прошлый раз не заметил показываю он с шоколадной крошкой с довольно такой крупной кайфовой шоколадной крошкой тут густой с не знаю какой он сливочный да с кайфовой шоколадной крошкой я думаю такие десерты ели ну это какой-то цитрон и пишут что фри наверно без сахара зеленый чай с жасмином с луговыми собачками там был вариант что взять и я подумал что у меня прям жасмин как-то подкупил не знаю зимой я думаю мы будем чаще пить какие-то горячие напитки в отличие от лета и поэтому горяченький жасминовый чай мне как-то прям я представил что это будет очень романтично вот 30 пакетиков прикольные такие луговые собачки мы таких видели живых здесь в горах когда ходили на гранье гору об этом есть видео где мы путешествуем на эту гору посмотрите и там даже маленько таких луговых собачек мы сняли как они называются сурки вот еще мне удалось выхватить бритвенную систему джилет со сменными лезвиями я бреюсь не часто но использую это для других частей тела и такие сменные кассеты здесь я вижу три плюс новая ручка моей уже сто лет в обед вовина тоже когда в сколько тебе лет было когда мы покупали ну пару-тройку лет она уже есть в общем вещь полезная крутая новая всегда пригодится большой хлеб нарезанный по дэми а татьяна здравствуйте спасибо за помощь во французском я сейчас опять вот это неправильно все прочитаю по дэми грант в общем хлеб для тостов но поскольку тостера у нас нет мы его будем так есть и не будем жалеть может быть я на сковородке сделаю но не факт скорее всего так сожрем и не поморщимся йогурт йогурт био категории b кстати вот опять же татьяна писала про вот эти штуки выбирайте продукты которые а б но мы в основном жрем все что c да и то что это не самое полезное такие йогурты растишки это же растишки шоколадный дан вкусный такой десертик тоже отнес я сменной тары тут четыре яйца в другой такой же упаковке 6 яиц это получается десяток а мы как раз яйца которые у нас были перед этим тестом на завтрак доели так кофе арабика вот такой кофе такое такой мне нравится говорить такое кто-то говорит такой у нас нет прибора для того чтобы кофе готовить в течение года нам выдавали таких разных пачечек там штук 5-6 и я нашел способ куда его деть друзьям раздавал клади отдал сильва и в клуб парочку мы отнесли там есть кофейные аппараты на мероприятиях все пьют кофе поэтому ничего не пропадает такие вот булочки для сэндвичей для хот-догов шоколадный я так понимаю начинкой печеньки рис дури дури длиннозерновой ох ты падла открылась да что-то под вытекло видишь такого и вера что это мыло жидкое мыло о мы его перельем в такую баночку которая психо так умеет делать но это типа сыр-крем сыр-крем или что-то такое фромаж вкусно с вареньем кстати про варенью охеренно большую банку дали клубничного варенья очень вкусно равиоли я до сих пор не понимаю с чем эти равиоли вот в самой начинки мне кажется там не знаю вот ты не знаешь что там за начинка вот подлива точно мясная какая-то такая вот вот такую подливу в макароны что там внутри в самом хер его знает там внутри те кто прогуливают тренировки это то что можно было меньше изол взять там была еще такая палочная фасоль мне она не не очень консервирована я свежую замороженную люблю а вот это вот это не люблю слушай мне это дали я это не выбирал там стояла корзина которые были литровые полтора литровые бутылки сока яблочного и всем до меня кого видел говорили выбирай любую бутылку и все тети брали бутылку сока я такой думаю о возьму полтора литра сока уже даже размечтался как мы с вова его разольем довольны и будем с какими-нибудь десертиками лопать подхожу с на раздачу со своей сумкой и тетя которая мне раздает молча без разговоров достает вот это вот я не знаю что это нарисован рис напиток рисовый может молоко рисовое но зато бы полезно вова сейчас почитает не знаю в общем что это это плавленый сыр я думал я думал что там их два ряда овощной на основе риса два ряда сырков ну так вот они звездочки тут разложено их оказывается три то есть тут 33 ряда сарков 8 на 3 24 значит 8 в рядочке по 3 ряда 24 штучки ну короче хер знает что это рисовая поебень какая-то рисовая молоко это для тех кто не любит как я называю лактозу кто не любит это тунец почему у меня такое изображение у меня все в мыле здесь она потекла потому что доверил 100 полотенца синие вкусно пахнет не вот то полотенце вот висит полотенце вот это за руки вытянет давай давай пошел макриль в томатном соусе вкусно в томатном соусе и в мыле зубная паста сигнал положишь ее так без упаковки мыло маленький морячок но не в мыле сухое мыло вкусно вон оно стоит а можешь вот это мыло перецедить вот в ту большую флягу которая вот так вот умеет делать мы ее будем в душ брать а дай бутылку посмотреть покажу людям вот эту большую вот такая у нас есть бутылка мне удобно так вот можно сюда так хоп и туда это все перелить на вторая часть марлезонского балета плохо сегодня оператор со светом поработал цвета говно все блестит потому что солнце в общем какое-то мясо вкусно прям вкусно вижу говядинка это такие котлетки замороженные они из говядины и если их грамотно а еще и со сливочным маслицем разжарить то они получаются даже не сухие вкусные помните есть такой фильм день радио по моему там диджей которого играет вот этот вот он голодный там ему было в студию не зайти где вся еда и он пошел поискать пожрать и на вахте сидел охранник выпивая выпив выпивал он говорит может рюмочку и он мой рюмочку налил он говорит а у вас закусить ничего нет конечно есть и он достает только из кармана пакет а в нем платок а в платке кусочек вот чего-то такого вот такой холодильчик и такой волосинку с него такой бумс снимает холодильчик он говорит вы знаете я наверное воздержусь и не стал холодильчиком здесь сливочное масло у нас было две на прошлой неделе одну мы уже съели вторую достал я размораживаться еще не начинали это тогда уберу склад длительного хранения салат что-то тут рисую подождите дети подождите вот детям сюрприз тут какой-то салат индийский курица в роте и куркума так это что филе сардин кстати может быть это селедка типа или сардина не селедка но почему-то у меня такое впечатление что это солененько это солененько овощи должно быть значит это все правильно сказать сильно типа кида ну и ветчина и вот такая вот ветчина бон 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 это конфеты если вы не владеете французскими а какие это яды о редис красные редиски редиска нехороший человек прикольные редиски без кости а теперь кто скажет как это называется Вова это называется помойка нет как это называется прямой рейс на мусорку нет как это называется ну это называется ПА ТИСОН и что с ним делать это считай кабачок и зачем его тушить ну наверно или жарить или кашу или кашу или кашу варить да такие вот мандаринки новый год же сколько да два банана нас же двое очень кстати свежие бананы не буду еще доспеть немножко ну да ну да спой картошки с сыром и ветчиной еще одна картошечка и два яблока на же двое на же двое так все сумка угли пожалуйста сумки туда ну посмотрим в какой сумке было мыло вот в той на если там есть протри пожалуйста мне надо еще с людьми поговорить так в общем поняли да скудненько скудненько на этой неделе конечно скудненько но поскольку не прям но мои например мысли заняты все кином поэтому он не жрет у него есть проблема он болеет поэтому не пойдет в школу поэтому не знает что будет обедать ну что найдет то и будет правильно что ты сделал что ли вот всем спасибо за просмотр за комменты всем спасибо кто комментирует лайки репосты кстати посмотрите кайфовое видео про тест эрго тест 2 декабря был это просто это вау столько эмоций если вы плакали от хатико то здесь вы будете в соплях просто в слезах это так эмоционально я уже раз 10 наверное посмотрел и каждый раз вот так вот это очень круто и отправьте его друзьям родственникам посмотреть очень круто все пока